История знает множество известных альфонсов. Прохор Шаляпинга, Ген Солнцев, ну и конечно же манекен. На их фоне он отличается тем, что не рофлит. Его эрогенная зона это правда ладошки и чем больше денег туда положит инстасамка, тем больше шансов на совместное будущее. Блин, только не рыночный. Олег Манекен, господа, от слова мания, то есть Даш дай мне мания, кен. Я просто не знаю как еще перевести его никнейм. Он вообще раньше был Олег Кенфакью. На секундочку, без понятия как рождаются эти клички. Там походу в голове просто барабан рандома. Это еще повезло, что не Коксакер 2000. А и такой вариант был. Даша отговорила. Говорит, ну какой же ты Коксакер? Я Коксакер. Да, да. С последнего обзора на манекена прошло уже более двух лет. И мне, как преданному фанату, не терпится узнать, что изменилось. Ведь по собственным заявлениям старые интервью были ошибкой. Надо вообще смотреть старые интервью. Это знаешь такое. Я даже не смогу это объяснить, потому что я до сих пор это не сформулирую. Когда-нибудь попозже я это смогу сформулировать. Поэтому дабы быть объективными, сегодня мы не будем смотреть старые интервью. Исключительно в качестве сравнения. Да, и еще просто. Ладно, мы будем смотреть старые интервью, но не так много, как нужно. Было бы. Исключительно, чтобы быть объективными. За основу же возьмем только новинки. Но я вас уверяю, оттого градус кринжа не пошатнется ни на йоту. Итак, Олег Манекен. Он же Олег Еропкин. Родился 20 сентября 2000 года в городе Москва. А конкретно в районе Чертаново. Уже в три года родители заметили в Олеге потенциал и отдали его в интернат. Но, к сожалению, футбольный. Парень отлично проявил себя на поле и еще до 16 лет успел сыграть в таких именитых командах, как Смена из Капотни, Торпедо, Реал Мадрид и Спартак 2. Где-то информация может быть недостоверной, но я думаю, тут и без меня понятно, что Манекен ни при каких обстоятельствах не мог играть в Торпедо. В 2017 году ему уже стало тесно в рамках российского футбола и он уперся в потолок. И на пике своей карьеры я улетел в Америку. Про пики имеется в виду точеные, если кто не понял. В Америке Манекен подписал контракт с футбольным клубом Орландо Сити. Правда, по условиям контракта зарплату ему обещали выдать только через год. И тогда Олег незамедлительно принял еще одно предложение от Убер Еды, которое, в отличие от Орландо Сити, платили деньги сразу и начал работать на доставке. Но и тут все не слава богу. Уже через месяц его выгнали за то, что он доставлял еду не на велосипеде, как обязан, а на машине. Приезжаю к женщине и она такая говорит, а где ваш велосипед? И смотрит на мою машину и такой, ну я на машине. Крайслер, пятикрузер. Все, следующий день у меня заблокированный аккаунт был. Странная, конечно, причина. Как будто люди в Убере в первую очередь платят не за доставку еды, а за страдание курьера. Самый дорогой тариф, это когда его поджигают, привязывают к лошади и тащат так через полгорода. С футбольной карьерой за бугром тоже не сложилось. Но нет, не потому, что он даже в капотне нафиг никому не нужен. Просто слишком дерзко разговаривал с богом. Я понял то, что в тот момент в Америке, когда я богу сказал, слушай ты, это все я, он мне сказал, хорошо, делай все сам. Что в очередной раз подтверждает тезис, что самостоятельно манекен существовать не может. Я все просрал. И вернулся на родину. Какое-то время поработал в Макдональдсе, чейхане, умудрился даже получить условку, потому что однажды купил айфон на фальшивые деньги из Даркнета. Уверен, что когда он придумал этот план, в его голове прозвучало великолепный план Волтер. Просто оху**ный, если я правильно понял. Надежный, как швейцарские часы. В это время он знакомится с инстасамкой. И все проблемы как ветром сдуло. Финансовый вопрос закрыл личный каперский проект и раскрутка счетов. Ну а самое главное, наконец пришла популярность. Правда не очень круто, когда ты известен лишь как парень инстасамки. Правда. Но Олег время не зря не терял. И спустя множество интервью, сольных треков и альбомов, съемок клипов и продюсирования, его наконец признали уже как мужа инстасамки. Кто бы мог подумать, но вот она. Она. На федеральном канале. Инстасамка. Ну и этот. И Олег Муникер. Куда ж без него. А ты когда подумал, что это то, что мне надо? Первая секунда. Увиделись в дверном проеме мы ее квартиры. Открыла дверь. Квартиры? Да. У нее есть квартиры. Да, и оттуда свет такой. Это даже... Мне кажется, он впервые влюбился в нее не в дверном проеме, а когда увидел число подписчиков и понял, что это тот самый горб, на котором хотелось бы провести весь остаток жизни. Я знаю, что был какой-то мальчик, которого она за собой вытянула. Это я, ребят. Смотрите, как я делаю это своей инстасамке. Да. Я такой не въебу на пиздатый, блядь. Но самое удивительное, что несмотря на то, что все все понимают, он по-прежнему при каждом выходе в свет старается демонстрировать свою маскулинность. Иногда такое ощущение, что у него сама цель интервью не рассказать о себе, а доказать всем, что он не пустое место. Вот даже, например, тема с выделением денежных средств инстасамки. Вы не ослышались. Это он дает ей деньги. Еще в прошлом обзоре на это указывал, что мы же все понимаем. Думаете, что-то изменилось? Да. Стало только хуже. Но Даша купила очки за 50 тысяч, по-моему, или за сколько, Гуччи? Я купил их Олег, потому что я ему говорила, что я хотела их. И Даша еще Худи офайт подарил. Не, я подарил ей одну только себе таки не стал брать. Муж купил. Вот это я понимаю, щедрый мужчина. Не представляю, как Даше повезло. Ведь каждая девушка мечтает, чтобы на нее тратили миллионы. Но не ее, блядь. Даша, я тебе тут башмачки хочу подарить. Дай карточку. Не благодари. Все деньги у него. Да ладно? Да. Серьезно? Да. А ты слышала об альфонсах? Да. Ты знаешь, что они делают? Да. Он среди нас? Да. Модель их отношений выглядит глупо, потому что, изображая псевдопатриархальную семью, они упускают главное. В таких отношениях мужчина, хотя бы в теории, может просуществовать автономно. А этого же, на день одного оставь. Он с нюсами обмажется. Ищи свищи, потом его по моргам. Ты что, не даешь на карманные вообще даже? Нет, в смысле, дает, дает. Дает, конечно, дает. Еще бы, блядь. Я прихожу, прошу, мне дает. Круто, наверное, заработать много денег, отдать их мужику и потом у него попрошайничать. Как это вообще происходит? Олег, забери мои деньги, дай мне чуть-чуть и обоснуй, почему не можешь отдать все. Даш, короче, вот эту неделю я тебе могу дать вот только столько, потому что такая-то, такая-то хуйня. Он вообще не запаривается. Сегодня такая-то хуйня, завтра другая-то хуйня. Главное, что вариантов отдать нет. Она тебе не говорит, ты должен суетиться, Олег. Ты должен радовать мамочку, нет? Нет, она говорит, ничего себе, бля, ладно, этого достаточно. Да даже много, братан. Ты и так дал ей уже самое главное. Свою красоту, вдохновение и возможность тебя обеспечивать. Все остальное должно лежать на плечах женщины. Мне иногда кажется, что он правда верит, что его успех это исключительно его заслуга. А Даша просто уцепилась за локомотив триумфа. Буквально все лежит на его плечах. Да, у нас офис в Москве, типа, большой очень. Ну, в ЦАО он реально дохуйня стоит. И, типа, за все это плачу, типа, я. С какого-то хуйня. И, типа, все это должен контролить я. Даша-то вообще не помогает. А вы когда-нибудь пробовали контролить? Вообще-то это не просто сидишь, смотришь. Ну, за... Из-за этого, ну, ответственность на мне, типа, пиздец какая лежит. Все на мне, понимаете? Проветрить помещение, заказать туалетную бумагу. В кулере, если вода закончилась, кто поменяет? Меня ждут. Это поэтому... Как-то... Что? Все само пиздец получается, я не знаю. Сколько еще манекен будет делать вид, что не понимает, почему все так пиздец получается? Давайте аналогию приведу. Вот есть Бэтмен. Его любят. И есть Робин. Вот ты, Робин. Никто не пойдет на фильм. Робин, блин. У Робина все так пиздец, потому что есть Бэтмен. А ты, Робин. Какое бы время ни было, в какой бы стране я ни находился, я уверен в своем завтрашнем дне, я могу обеспечить свою семью. Дашину семью. Да-да. Дашина семья без манекена уже давно по мусоркам шарилась. Слава этой транзитной зоне. Потому что я знаю, что я пишу эту музыку. И никто за меня это не делает. Кстати, да. Он же еще музыкой занимается. Точнее, присвоением Дашины заслуг себе. Делаем биты, я пишу текст, я подхожу к микрофону, записываю и потом уже записываю Дашу. Первый трек, который у нас был на первом месте, это был вообще мой трек. Я вообще сидел тогда, думал, ну да, я делаю все правильно. Просто если он такой великий поэт-современник. И благодаря его стараниям у инстасамки прослушивание более 4,5 миллионов за месяц. Почему тогда он себе не может сделать что-то подобное? У манекена, если что, 359 тысяч. И то, там единственное, что слушают, это блядь, фиты с инстасамкой. Понимаете, что даже Паша Техник, находясь в рехабе, показал результат лучше. Старина. Сиб? Нахуй. Мои треки крутят по радио по всему миру. В Испании, везде, в Америке. Вау, а че я не слышала? Ты не слышала, потому что треки Олега это буквально оружие ФБР, которое используется для пыток. Обычным смертным такое слушать нельзя. Если где-то люди думают, что нет где-то смысла, то, ну ебать какой, везде великий просто смысл. Что у Даши в треках, что у меня. Раньше люди думали, что великий смысл закладывали поэты эпохи Возрождения. Но они ошибались. Вот где действительно спрятан великий смысл. Если ты хочешь иметь больше ки-ки-ки-ки-ки. Тут смысл в том, что манекен крутой, потому что используют слово ки вместо деньги. Ну типа кэш. Может быть в Америке так кто-то и говорит. Но в России это звучит как будто мать уговаривает ребенка сходить по большому. Более бессмысленной песни просто не существует. Даже Дабуди Дабудай на его фоне звучит как шедевр. Май кар из драйв, я сияю, бип-бип. Май ит из рейди, микровейв из дзинь-дзинь-дзинь. Ха. Кстати, даже эту бездарность манекен умудрился спи-пить. В целом, ничего нового. У ребят весьма внушительный список адаптаций западных треков. И это только то, что удалось найти за пару минут. Но внимание, вопрос. Зачем копировать то, что даже в оригинале никому нахрен не нужно? Самая популярная версия собрала 262 тысячи просмотров и якобы принадлежит плейбой карте. Но даже он отказался ее релизить. Да, блядь, да. Вообще неудивительно, что трек Олега звучит, как будто кошка пытается избавиться от шерсти. Судя по его словарному запасу, звуки – это оптимальный уровень. Там я что-то накидываю. Даша такая, типа, так, ну, кайф. Так, ну, не кайф. Большой словарный запас. Кайф. Слушай, это не кайф. В детстве Олега просто заколдовали и дали одно слово на выбор. Кайф и джуси. Он выбрал первое, потому что, отвечая на все джуси, непонятно, кайф это или не кайф. Кстати, кайф – именно то слово, которое чаще всего говорят зрители инстасамки, когда Олег уходит со сцены. Кайф, 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 кайф. Это реально кайф. Ну, у нас язык такой, конечно, красный, что красочный, блядь. Там столько всего, что даже не передать вот так одним словом. Да, блядь, Даша, я не хочу развиваться. Ну, да, я не хочу реально учить эти слова. Нахуй, все я их не знаю. Нахуй, все я их не знаю. И они меня не знают. Ну, хотя бы те, которые знаешь. В жизни Олега бывают и неудачные дни, когда мысли и речь, ну, вот прям вообще не идут. В такие моменты выручает Даша, за которой достаточно лишь повторить. Но только более уверенно. Ошибается, значит, ты ничего не делаешь. Кто не ошибается, тот ничего не делает. Вызывать эмоцию, возможно. Вызывать эмоцию, возможно. Мы не хотели, чтобы... Мы не хотели, чтобы кто-то смотрел на шпору. На самом деле цель более чем благородная. Олег это делает, чтобы Даша всегда понимала, что что бы ни происходило в жизни, в каких бы сложных обстоятельствах она ни оказалась, под боком у нее всегда будет крепкий подпесл. Даже удивительно, как с такими скиллами ему удается придумывать тексты песен. А чем ты вдохновляешься, чтобы работать визуальным языком? Любая какая-то вещь прикольная может меня вдохновить, даже слово. Какая же хрень. Надевай уже кроссовки, нас баста ждет. Вот, это уже другой разговор. Я одел свои кроссовки и почапал на тусовку. Помимо текстов, Манекен также занимается и полным продакшеном клипов Инстасамки. По крайней мере, так он сообщает практически в каждой ее работе. И, пожалуй, справедливым будет, что и за рекламу в этих клипах будет отвечать тоже он. Например, в ролике на песню Джуси он снова покадрово переснял работу Никки Минаж. Но нас интересует другое. Реклама скам проекта Quant Fury. Это что-то вроде криптовалютной биржи для тех, кто не планирует забирать выигрыш. В сети эта шарага чаще всего светится в различных черных списках брокеров. А количество негативных отзывов стремится к 100%. Суть работы там примерно такая же, как у всех нелегальных букмекеров. Тебе дадут пользоваться платформой, но только до тех пор, пока ты не начнешь выигрывать. По итогу проснулся утром один раз, смотрю, как бы, зайти не могу в аккаунт. Примечательно, что сам манекен не раз говорил, что никогда не стал бы рекламировать мошенников. Но типа после той истории с личным каперским проектом он одумался. А есть какие-то такие вещи, которые вы бы не стали рекламировать? Все, что связано с мошенничеством, ставки, всякие разводы. Даже от ставок отказался. Настолько стал просветленным. Нет, от ставки с лицензией. Ну да, то есть, если это какая-то букмекерская контора с лицензией официально, то окей. А, базара нет. Клип на песню «За деньги да» от 20 марта этого года. И что же мы тут видим? Букмекерская контора «Бэк Винер», которая действует на территории Российской Федерации нелегально. Все, что можешь сделать, это... К слову, после того, как они сходили на поклон к Екатерине Мизулиной, вся реклама в клипах таинственным образом испарилась. Наверное, осознали. В любом случае, это точно не связано с чередой отмен концертов инстасамки в России. Кстати, интересно, как в тестостероновую картину мира манекена вписывается «Ходить с женой извиняться перед незнакомой тетей». Олег, ты по-прежнему альфа? Да! Но самое удивительное, что несмотря на уровень сольного творчества, а там кики-ки, напоминаю, манекен крайне радикален по отношению к другим российским исполнителям и музыкальным премиям. У тебя есть какая-то конкретная цель? Да, Грэмми для себя, для Даши. Интересно, как человек, который за всю жизнь не исполнил ни одной востребованной песни, собирается брать Грэмми. Да я меньше удивлюсь, если Невский получит Оскар из рук Арнольда Шварценеггера со словами «Брат, ты лучший». Абсолютно. Просто не хочу русские все эти премии брать, мне кажется, смысла в этом никакого нет. Одна мысль, кто будет со мной в номинации, мне не хочется этого делать, с такими людьми быть в номинациях. Например, в последней премии Муз ТВ в номинациях были Маргин Штерн, Баста, Элджей, Джонни, Егор Крид. Типа, если я выиграю у них, для меня это не будет какой-то заслуга. Да ты шо! Ха! Томик не может объяснить, почему он думает, что взять защику у Эминома и Беля лишь почетнее, чем у Баста и Егора Крида. Хотя вопрос риторический. Потому что единственная премия, куда его можно номинировать, это кринж года Арнольда Пиздобольского. И что-то мне подсказывает, что у него хорошие шансы на победу. А вообще странно, откуда взялось это высокомерие к коллегам по цеху. Ничего же крутого не сделал. А если ты человек из нашей сферы, то это да, я с ними не дружу просто. Ну просто колхоз, я не люблю общаться с колхозом. И ладно бы, если только к артистам. К простым людям, для которых музыка всего лишь хобби, отношения не лучше. Ты можешь прямо капеллу сейчас что-то сделать? Ну да. О нет. Нет. О нет. Откуда эти понты? Ты ведь ни разу не пела капелла. Вот так вот только пел. Каково это предъявлять кому-то за пение, когда сам звучишь как школьник, которого насильно заставили петь на 1 сентября. Так пахнет Диор, я искал тебя вечность, вот идиот. На самом деле можно сколько угодно иронизировать над Олегом, но отрицать факт, что у него все-таки есть талант исполнять звуки фекальных испражнений нельзя. Да и в целом, если любой человек интересуется чем-то, что не входит в кругозор Олега, это автоматически становится говном. Потому что... Ну потому что ему не нравится. На кого подписан? Кого смотришь? Автоконтент? Эрик Давыдович, там, гордись. Ааа, люблю машины. Бэткомедиан, тебе нравится? Да, Женя красавчик. Ну, бля, это пиздец, господи, боже мой. Я тоже считаю, что Бэткомедиан манекену в подметке не годится. Во-первых, он не читает рэп. Во-вторых, у него нет татуировки бог на лбу. Ну и разве смог бы он 13 лет играть в футбол, потом обосраться и оставшуюся жизнь сидеть на шее у жены? Что, зритель, скажешь нет? Что, сексист? Что, охуел? Вообще, у манекена настолько отлетел ЧСВ, что даже самые безобидные вещи для него уже неприемлемы. Амиран, передай, пожалуйста, привет Маше Коке. По скриптум, брат, ну и так далее. Вот я сейчас охуею, если ты передашь привет реально за донат. В смысле, это плохо или что? Ну, бля, вот ты представляешь, вот Амиран, садаю. Маше привет, передаю. Странно так реагировать на донаты, потому что вообще-то вся карьера артиста построена на том, чтобы произносить ртом, за деньги, вещи, которые нравятся другим людям. Хотя в случае манекена, наверное, он думает, что ему платят за то, что он просто существует и озаряет белоснежной улыбкой нищебродские сердца. Да, блядь, да! Или он вообще не думает, живет здесь и сейчас, как избалованный ребенок, у которого есть богатый папа, и ему все равно ничего не будет. А у вас вот так можно делать? Это люди делают? Это как? Это прилично. Слушай, ну делай, если ты разобьешь, у нас есть видео, поэтому можешь хоть попрыгать. Нет, я про то, что здесь заляпанное все. К сожалению, да, но... Принято так. Нет. Теперь понятно, почему-нибудь сосанка его всюду за собой таскает. Если это не сделать, он начнет пакостить дома. Уже вижу, как он разливает масло в прихожей в надежде, что эта стерва поймет, как опасно шутить с манекеном. Так, покажите мне, что у вас тут есть. Ой, мне больно сердцу, когда ты стучишь кольцом по нему. Как же не хватает той женщины, которая подойдет вот так вот за ухо схватит. Засранец! Я сколько раз говорил, не ходить сюда! Это же реальная реинкарнация гнида из кадетства. Просто ходит и портит всем настроение. Причем видно, что и самой Даше стыдно. Наблюдать за ее реакциями на совместных интервью иногда весьма больно. Олег, это буквально генератор кринжа. Я не знаю просто, где у меня вещи лежат. Типа, я всегда ухожу, такой, дашь носки. И она мне просто приносит. Возможно, она это делает, потому что смотрела Гарри Поттера и знает, что если слуге подарить носок, он уйдет и перестанет расходовать ресурсы. Но если без шуток со стороны, эти отношения могут показаться идеальными. Постоянно вместе, один содержит другого, да и с сорами, по всей видимости, проблем нет. Ну прям не отношения, а семья из рекламы майонеза. Люди ругаются, почему? Потому что у них внутри что-то сидит и потом это выплескивается. Мы просто разговариваем и все, и решаем этот вопрос. Блин, какие-то просто идеальные. Не, ну так-то технически они разговаривают. Правда, я не назвал бы это диалогом. Скорее, срач на передаче Соловьева к Барьеру. На очередном концерте Инстасамки поведение Олега, как обычно, вызывало вопросы. На этот раз он не справился с удержанием гнева и начал кричать на фанатов, чтобы те поддерживали громче. А затем провоцировать и саму Инстасамку, на что ему сделали замечание и пошло-поехало. Но не переживайте, я умею читать по губам и специально для вас перевел их разговор. Олег, ты заебал уже всех, надень майку. Да блин, Даша, это мой концерт, я хочу тусить. Скря! Олег, это мой концерт. Нет! Я сказала, надень майку. Ну а че ты, блин, главное я... Зрителям, конечно, не позавидуешь. Пришли на концерт Инстасамки, а получили 40 парочки на вписке, где парень перепил и думает, что его женщина изменяет ему с фотографией бати в молодости. Напоминаю, это продюсер номер один. Уверен, что такое поведение соответствует статусу. Представляю, как доктор Дре устраивает истерику Снобдогу, потому что его попросили не страдать хуйку на концерте. А тот стоит в углу, глаза слезятся, ни с кем не разговаривает. Да вообще-то все я. Впрочем, такие выходки у Олега происходят не только на концертах. На совместных стримах все куда хуже. Даша меня не слушает каждый день. Поебал ей разочек дать, чтобы поняла, что такое жизнь. Воу-воу-воу. Да уж. Один хочет поебал дать, у второй походу стокгольский синдром. Но есть решение. Предлагаю Олегу вместо манекена называться монголом, а Даши сменить фамилию на чики-пики. Все. Вопросов нет. Мы просто разговариваем и все, решаем этот вопрос. Ты мне приготовил? Тварь! Ты мои пельмени сожрал? Последний раз, когда я заходил в инстапрофиль манекена, у него было примерно 300 тысяч подписчиков. И было это два года назад. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что сейчас у него почти 2 миллиона. Но кто эти люди? Боты? Иначе как объяснить, что на постах, без упоминания инстасамки, по 43-44 комментария? Учитывая подобную корреляцию заинтересованности, его подъемки в сторону остальных выглядят вдвойне нелепо. Да. А как это вот быть самым популярным? Я еще даже не представляю. Самым популярным среди кого-то? Ты не представишь, мне кажется. Это просто неважно. Короче, за эти два года манекен словил просто нереальную звезду. Вся эта слава, софиты, бесконечные 44 комментария, просто даже банально не дают ему спокойно жить. Все от тебя что-то хотят. Типа, никто не хочет от тебя именно диалога. У всех есть конкретная цель, им что-то от тебя нужно. А, да-да, это правда. Я когда из дома выхожу, постоянно вижу толпу растерянных людей, которым нужна помощь Олега. Где Олег? Позовите Олега. Олега позовите. Сходите, пожалуйста, за Олегом. Блин, да он даже охранника себе данил. Ну нахуя? Вы когда-нибудь видели разъяренную толпу фанатов манекена? Да ладно разъяренную. Толпу фанатов манекена. Просто фаната манекена. Один человек. Да сейчас с охраной всегда ходишь. Каждый день. Ну что, как по ощущениям? Очень было первое время непривычно, потому что, ну, блядь, ты понимаешь, никогда в жизни у тебя такого не было, типа, и вообще, мэээ. Вообще охранник для манекена так же бессмысленен, как КПП перед форточкой. Просто они защищают людей, которым что-то угрожает. Что угрожает тебе? Брызги воды, когда закидываешь пельмени? Все, мы просто привыкли, сработались. И Юрий просто, блядь, лучший. Я даже не вижу, что он рядом. Кэши не видишь. Уже он ходит не с тобой, а с Дашей. К ней может пристать толпа фанатов. К тебе максимум... О, смотрите, это тот чел, который очень правдоподобно пердит ртом. Но, естественно, годы славы и популярности не могли не оставить отпечаток в его сознании. Он стал мудрее. Вы когда-нибудь получали советы от человека, который абсолютно не разбирается в теме, но все равно раздает их налево и направо? Если нет, господа, специально для вас. Олег Манекен Еропкин. Есть у тебя три совета для российских звезд? Как правильно использовать свою звездную силу? Уверен, этот момент он представлял тысячу раз. Олег? Ну, представь, что ты звезда. Какой совет дал бы? Слушать свое сердце, это единственный совет, который приведет к величайшим высотам. Ну, наконец-то. Когда ты слушаешь свое сердце, свою чуйку, свою задницу. Свой жапандр, свой пердак, свое чко, чкодран. Слушай его. Ты не дрочишься совсем, ты просто чувствуешь свое сердце, и оно ведет тебя. Не сомневаюсь, что эти великие слова набьют на его могиле. Вывод такой. Не надо дрочить, типа. Лучше слушайте свое сердце, типа. Короче, если вы считаете, что вы кому-то что-то должны, кроме своих родителей, либо кого-то еще... Кому вы реально должны. Мне кажется, у вас какие-то проблемы, блядь. Интересно, спустя 10 лет кто-нибудь популярный скажет, что в свое время вдохновился этой цитатой манекена и добился всего благодаря ему. Ну и своей богатой жене. Кстати, вам когда-нибудь бывало сложно? Потому что когда тебе тяжело... Вот. Нельзя, типа, садиться и входить в это состояние, потому что тебе тяжело. Нельзя. Надо, типа, сказать, нихуя мне не тяжело. Вот так надо сказать. Типа, это не так. Три раза так делай, спина болеть не будет. Да. Если подытожить, манекен как был мальчиком, который ходит за инстасамкой, так и остался. Только теперь в статусе муж. Его ЧСВ отлетело куда-то в стратосферу и абсолютно не слышит критику. А уж если ты неизвестный и меньше зарабатываешь, то вообще до свидания. Потому что в его системе ценностей всего две единицы измерения. Деньги и внешность. Вот вам чистый пример, посмотрите, как выгляжу я, что делаю я. И вот этот человек, который говорит то, что я хуй, да. В целом, Олег входит в число людей, которые получают хейт со стороны аудитории, вполне заслуженно. Посудите сами. Сначала раскручивал счета на ставках, потом... Ой, простите, извините, больше так не буду. И через год реклама нелегальной букмекерской конторы. Скам проект Quant Fury. Но это все семечки по сравнению с рекламой ёбких наркотиков. Ровно год назад в телеграм-канале Инстасамки была реклама магазина Кэнди. С редкими конфетами. При переходе нас перебрасывает на сайт, где можно понять, о каких именно конфетах идет речь. Пост-то они скрыли. Но извинился ли хоть один перед своими слушателями? Нет. А это самый большой зашквар, который только можно представить в интернете. А мы помним, что все деньги у Олега, и он там за все отвечает. Или выборочно. Только там, где хорошо, главный. Ха. Но по-любому виноват не он. Просто, как всегда, обстоятельства. На премии его не номинируют, потому что отечественные премии отстой. А люди ее не любят, потому что просто завидуют. Мои треки крутят по радио по всему миру. В Испании, везде, в Америке. Вау, а что я не слышала? У тебя какие-то проблемы? Комплекс неполноценности. Не, мне кажется, проблемы у вас. Да и, собственно говоря, все. Следим и ждем следующий обзор через два года. А, нет. Премия Кринж Года же еще. Не уверен, конечно, что для него она супер почетная. Все-таки она российская. Ну, ничего страшного. Не позовет он свои 40 человек из комментариев проголосовать? Переживем. Арнольд Пиздобольский сам там как-нибудь порешает. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете о карьерном пути Олега Манекена. Также ставьте лайк, если вам понравилось. И подписывайтесь на канал. Также не забывайте про мои остальные соцсети. Телеграм пишу, стримы веду, фотографии делаю. Welcome. Ну и, собственно говоря, все. Всем спасибо. До скорых встреч. Пока.